КОЛИЧЕСТВО БОЕВ 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 Я понимаю, что цена ошибки слишком высока сейчас. Но вот так если проанализировать то, что происходило во время этого первого раунда, то есть впечатление, что даже поиска не было, поиска ключей. Ключей к победе, естественно. Все это несколько усложняет проблемы, которые ставят перед обоих боксеров, потому что в отсапшееся время их придется решать. Я думаю, бой сейчас должен обостриться. Все, каждый, кто сейчас так или иначе связан с этим бой, я имею в виду секундантов, мозговой штаб в каждом углу. Я понимаю, что нужно события форсировать и в то же время не рисковать излишне. Ой, я понимаю, что-то время не рисковать. И теперь я думаю, что это негативный ход. Я вижу, Players 5 for jam. Картина первого раунда, видите, повторяется. Я уже как-то говорил, неоднократно говорил, что он очень упростился. Просто выбрасывается какое-то количество ударов в надежде на то, что один дойдет до цели. Вот клубинец, люди считают, что достал. Достал сейчас и телепинец передней рукой, правой. Но эти удары не считаются. Ну, эти клубинцы в этом бою избрали такую тактику. Действовать с дальней дистанции, с предельной осторожностью. Так что, исходя из того, что я вам сказал, нас ожидает как бы микроматч Куба-Россия. Несмотря на то, что в сегодняшней программе лишь одна встреча будет непосредственно между россиянами и клубинцами, все очень внимательно следят за тем, как пойдут дела у российской сборной, потому что, в общем, россияне тут показали воодушевляющий пример для остальных. Пример этот состоял в том, что те высоты, на которые забрались кубинцы, окажутся вполне досягаемы всем остальным. Вчера все присутствующие в этом зале получили неоспоримые этому доказательства два совершенно потрясающих боя вчера было, которые напомнили о старых добрых временах олимпийского бокса годов 60-х и 70-х. Великолепно фоксировал в весе до 50 тысяч 7 килограммов кубинцам Фальк Путин. Столько умно и четко построен был бой, что потом долго народ не расходился, обменивался мнениями. И, конечно, всех потряс полутяжеловес из Франции Сера, который навязал такой бой, и тоже очень расчетливо и точно и очень мощно сработал он против кубинства беседы. Маленькое преимущество Майкро Ромера, я думаю, вполне устраивает кубинку, учитывая тот факт, что здесь нет, так сказать, никаких рисковых ходов в этом бою со стороны кубинского бойца. Понимаю, что у него есть преимущество, и он держит перед собой только одну цель – это преимущество не растерять. Продолжение следует... Ну что остается Раэлю вылазнуть? Только обострять будет. Продолжение следует... Но обострение не получается, кубинец не хочет. Поскольку он не ниже, а может быть и повыше, немножко классно, чем филиппинский боксер, он не позволит ему обострить бой. Хотя, в общем, сейчас была удачная атака, как мне кажется. Раэлю вылазка, ну а судьи думают иначе. Раэлю вылазка! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...